Слава, 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 слава тебе, слава тебе, Боже наш, убеду я. Приветствую всех братьев, сестер, приветствую всех, дорогие друзья, для трансляции, приветствую, кто подключился, кто подключается, Дмитрий Господь, слава Богу. Возлюбленная, сегодня у нас суббота, 15 сентября, и сегодня я включился вновь в трансляции, подключился в трансляции с утренней молитвы. Пусть Господь благословит сегодня всех нас во имя Иисуса Христа. И вот в эти дни, первые дни этого года, начавшегося, да, те, кто подключаются с Новым Годом наступившим, вот, да, первых десять дней года, начавшегося, вот, от сотворения мира, если мы отчитываем, они посвящены рассуждению, такому размышлению о пришествии Господнем. Сегодня у нас, получается, шестое уже число, если брать лунный календарь, библейский календарь, шестое число, седьмого месяца, если считать от нашего исхода, первого, если считать от сотворения мира. От сотворения мира, от сотворения нашего пра-пра-пра-отца Адама наступил пять тысяч семьсот семьсот девятый год. От нашего исхода продолжается три тысяча триста тридцатый год. И седьмой месяц уже этого года. Слава Богу! И вот в осенних этих праздниках я снова картинкой для трансляции сделал, вот, сценку из Рождества взял. Сценку из, вот, как раз, рождения. Одна из картин Тициана, да, рождение Христа, Рождество Христово. Красивая очень картина такая, мне нравится. И, знаете, в ней такая таинственность, такая вот рождественская передана. Таинственность Бога воплощения. Вот там, ну, правда, на картинку для вот трансляции не поместилось. Вся картина, она, в общем-то, так вот вертикально полотно расположена, поэтому как бы она все не поместится. Но вот там наверху, из того, что не вместилось, такая прекрасная композиция именно вот этих ангелов, славящих Господа, вообще слава Богу. И знаете, друзья, действительно славили Бога, когда воплотился Бог, когда Христос родился в этот мир, то действительно ангелы славили Бога. И они говорили, слава Вышней Богу. На земле мир, к людям благоволение. Спасибо тебе, Господь, за все, благодарю Тебя, Боже, Смогущий. Аллилуйя. Спасибо. Благодарю Тебя, Боже, за это таинство Бога воплощения, за это таинство Рождества. Слава Тебе. Аллилуйя. И за первое, как мы говорим, пришествие Христа, за Его Рождество, чудесное, и за, опять-таки, второе Его пришествие, потому что осенние праздники, они частично лишь исполнились в Его первом пришествии, но во всей полноте эти праздники исполнятся во время Его второго, как мы говорим, пришествия. Хотя Он с нами во все дни, до скончания века. Он с нами во все дни, Духом Святым, Он с нами, в нас, верующих, самое ценное, самое драгоценное, самое великое таинство, во всех таинств. Христос в нас, упование и славы. Это действительно самое великое чудо. Много чудес в этом мире, но это чудо. Удивительно. Действительно, Иисус пришел в этот мир сверхъестественно. Даже Его Библия называет, Нового Завета Библия, называет Его Новым Адамом. Действительно, да, Новый Адам. Новый Адам. Нового Человечества, друзья. И хотя за два тысячелетия очень так сравнительно немного вот этого нового, казалось бы, но, то есть, нового человечества, имею в виду, но все равно мы благодарим Бога за все новое, которое Он творит. И за два тысячелетия, мало-помалу, но Евангелие Христово, оно распространяется, и, знаете ли, сегодня, даже скажу так, сегодня множество стран на этой земле. Вот я здесь баннер заказал такой, чтобы на нем были флаги всех стран мира. И знаете, вот, да, действительно, много стран на всех континентах, да, но сегодня скажу, во всех странах есть люди, боящиеся Бога, любящие Господа, тех, кто приняли любовь Божью, приняли Иисуса Христа своим Спасителем. В любой стране мира Евангелие за эти два тысячелетия действительно Царство Божьего Евангелия распространяется по всей планете, по всей земле нашей. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь! Благодарю тебя, Боже! Что во всех этих странах, Боже, есть верные души, Господь, святые и праведные люди, Господь Боже, которые действительно любят тебя, любят Твое слово, Господь, Боже, благоставляют великое имя Твое сегодня, слава Тебе, Боже, всемогущий. Притомляют также хлеб в простоте, принимают, Господь, причастие это, Боже, рассуждая о теле крови Иисуса Христа, в разных обрядах, в разных традициях, Боже, это очень по-разному совершается, Боже, но это действительно это Ты. Да, это Ты, Господь, Боже, слава Тебе, благодарю Тебя, Боже, всемогущий. Аминь, Аминь. Да, друзья, и эти дни исторического Рождества Иисуса Христа, они очень-таки таинственные. Начинают эти дни Нового Года праздник Йом Труа, праздник Трубного Зова, в народе, именуемым нашим как Рождества Шана, то есть Голова Года. Обычно по таким названиям мы его знаем, этот праздник. Но на самом деле это библейский, если брать библейский, то это праздник Трубного Зова. И вот с этого праздника Трубного Зова начинается череда вот этих осенних праздников. Сегодня уже шестое число уже этого месяца, который мы по традиции называем Тишри или Тишрей, и этот месяц он ознаменован вот этими осенними праздниками, празднествами. Седьмой месяц от нашего исхода ознаменован великими праздниками. И Библия о них говорит. Сам Бог дал эти праздники нам. Ну, как нам. Он дал для нас эти празднества, да, но это его праздники вообще-то. Это его праздники. На этой земле много праздников и в каждом народе, в каждой стране есть свои какие-то праздники, допустим, Дни Независимости, да, значит, какие-то праздники национальные, культурные, исторические, религиозные, политические. Очень много всяких праздников в разных странах мира. и да, люди как бы, ну, интуитивно даже понимают, что нужен праздник. Даже на уровне подсознания понимают, даже если там, значит, ну, люди живут даже без государства, но все равно понимание, что должен быть праздник в жизни. И поэтому какие-то особые такие даты выделяют. В любом народе, в любой культуре это было и есть и будет. Человек, он как бы, он создан по образу Божьему. У Бога есть праздник. И у человека должен быть праздник. Вот. И Бог создал нас по образу подобию своему. Он действительно любит праздники. И он дает, он открыл нам свою волю и дал нам, рассказал нам о своих праздниках. Да, слава Богу за наши праздники. Да, их множество. Ну, есть разные, конечно, есть. Есть такие, что лучше их вообще даже не праздновать. К сожалению, есть и такие, да, всякие, языческие, пультные. Но есть такие, знаете ли, культурные, государственные праздники, религиозные, разные. Вот. У нас в православии, в православной нашей церковной традиции много праздников. Но тоже, я даже, ну, как бы, порой, когда я провожу семинары об этом или рассказываю у себя в церкви или в гостях, то я говорю, что, знаете ли, как грибы. Я эту карту запомнил, ну, как бы, картинку запомнил такую, значит, еще со школьной скамьи. У нас висела тоже такая в классе. Плакат такой висел, висела картинка такая, что, значит, что грибы съедобные, написано было, грибы там условно съедобные и ядовитые. Вот. И, значит, они были помечены, да, значит. Вот. У нас было много грибников, значит, и я вообще родился в Поволжье, значит, Чебоксары, и там в Поволжье, особенно в Заволжье, вот, если Волгу переплыть, как говорится, да, в Заволжье, там грибные места, вот, знаете ли, такое выражение есть, хоть косой коси. Вот. Я знаю, я это видел сам, что есть такие места, что на самом деле это не просто так образное выражение, а реально, то есть, вот, реальный косой коси. То есть, там много листвы, там всего травы попадаются, но в основном это, вот, больше грибов, как бы видно, чем это листвы, чем это, ну, есть такие места на планете, удивительные, конечно. Вот. И вот касательно грибов, вот, того, что я видел в Заволжье, я такого, ну, честно говоря, больше не видел нигде. Вот, и не знаю, как сейчас, и при том, в основном, такие благородные грибы, такие белые грибы, да, косили косами, потом перебирали, потому что их очень много, очень много. Вот. Буквально час-два, значит, и у нас там, вот, вот, вывесом с ведрами, все-все-все-все, все полностью были загружены и на машину, и вылежали. Вот. И, знаете, вот, и грибы, как вот есть съедобные, да, а есть условно съедобные, то есть такие вот, ну, и жить, не жить, и помрешь, не помрешь, но кто его знает, то есть как приготовишь, если хорошо приготовишь, привет родителям, да. Ну, а есть ядовитые, то есть их, с ними лучше не связываться совсем. Хотя есть мастера, куресники, которые их там что-то как-то выпаривают, вываривают, но это все так, знаете ли, оно тебе надо, лучше не связываться с этими вещами. И, и знаете, вот, и так же я вот говорю, и праздники тоже, я так, для удобства восприятия, все вот, объясняю обычно, вот, касательно наших церковных, православных праздников, там очень много праздников, реально, в календаре, если вы видели церковный православный, он пестрит этими праздниками, и, я говорю, их всех можно подразделить тоже, как эти грибы, вот на такие съедобные, условно съедобные, и ядовитые. Ну вот, и когда братья спрашивают, ну вот, а что, к таким благородным грибам можно отнести, именно, вот есть съедобные, из этих съедобных есть еще благородные такие грибы, знаете, ну, как белый гриб, допустим, да, вот, с детства обожаю, вот, значит, и знают, это такой благородный гриб такой, вот, значит, и интересно, к таким благородным грибам, ну, как бы вот съедобным и благородным, отнести можно, Вообще к съедобным 100% это библейские праздники, библейские праздники, к съедобным, да, а к благородным съедобным отнести можно именно к Господней, именно к Божьей праздники, которые сам Господь дал в Библии, потому что в Библии есть, допустим, и другие некоторые праздники, будем так говорить, установленные позже уже, установленные людьми, но благословение таком Господнем, в чуде Господнем, как, допустим, Пурим, допустим, да, вот, или в Новом Завете упоминается праздник Ханука, праздник обновления, допустим, он был, он появился еще лет там за 200 до Иисуса Христа, меньше, конечно, вот, значит, но он, праздник уже был в Израиле и празднуется до сих пор, это такой съедобный, будет такой грипп, но благородные, вот эти вот, это как раз осенние, весенние праздники, это вот те, которые сам Бог дал, сказав, что это праздники мои, то есть это можешь смело праздновать, и, как бы, без всякого зазрения совести, ты, наоборот, можешь полностью расслабиться и знать, что это действительно Божий праздник, Господь, спасибо тебе за твои праздники. Вот, а к условно съедобным я отношу, знаете, что вот, такие праздники, которые в церквях разных, протестантских, католических, а у нас в православии таких пруд-пруди, знаете ли, праздники, которые, как бы, ну, как приготовишь их, можешь помереть, а можешь не помереть, то есть, как бы, как приготовишь, вот, как подашь их, как подашь, то есть это праздник, который, допустим, они, будем так говорить, человечество, церковью установлены, церковью, людьми установлены, да, уже в наше время, в эту эпоху, Новый Завет, Новый Завет, ну, да, значит, нашу эру, но они собой имеют, вот, именно, ну, события, как бы, да, вспоминают события, которые действительно имели место быть, вот, да, значит, допустим, был праздник, преображение, да, допустим, вот, это действительно, да, из Евангелия, из жизни Иисуса Христа события, хотя это, как бы, оно не праздновалось, и первое столетие оно не праздновалось как праздник, и Господь не говорил праздновать, вот, когда события, как праздник именно, но, вот, церковь установила православная, ну, католическая еще тогда, а православные, ну, православные отделились, когда, от католической церкви в одиннадцатом столетии, хотя есть мнения и обратные, в семинаре нам говорили противоположное мнение, что это они от нас откололись, ну, как бы, сейчас это не принципиально важно, ну, если так положу руку на сердце, то, как бы, мы, в общем, откололись, хотя это обоюдная была вина такая, это была признана уже вина, значит, и нашими братьями-католиками, и нами, еще в конце 60-х, начало 70-х годов, слава Богу, вот, как говорится, мир, дружба, жвачка, теперь все, пришло время мириться, мирись, 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 больше не делись, слава Богу, да, друзья, и, значит, действительно, вот другие праздники, там, которые, ну, они выдуманы людьми, как бы, и даты, так, с потолка взяты, как говорится, из пальца высосаны, но, как бы, вот, они есть, то есть, как их подашь, если подашь их, ну, евангельские, как бы, указывая на Иисуса Христа, как на избавителя и искупителя, то будет благо, то жива будет душа, но если подашь это, так вот, под традиционным соусом, вот, и таким неевангельским, то поврешь, вот, эти праздники будут только на смерть, вот, а есть категория такая ядовитых праздников, это ни под каким соусом нельзя их подавать, абсолютно, даже там, можно, конечно, некоторые батюшки, там, сенцы, там, изворачиваются, пастыря, пытаются, значит, это все подать, как-то, все-таки, под благовидным каким-то предлогом, соусом, как бы, и как-то выкрутиться, знаете, как уж на сковородке, извиваться, многие, даже, даже хорошие люди порой этим занимались, к сожалению, такие, как Александр Мень, допустим, хороший человек был, вот, и Христов человек, как говорится, да, особенно последние годы своей жизни, да, последний год, 90-й год, да, он действительно, он очень христицентричный был проповедник, но до того, к сожалению, очень часто, как уж на сковородке тоже выкручивался, извивался, ой-ой-ой, и тоже, и вот в эту плеяду праздников Успения Богородицы, там, значит, там, относятся, введение в охрану Пресвитой Богородицы, там, и прочие такие, всякие радуницы, и прочие оккультные празднества, которые ничего общего с христианством не имеют, собственно, которые не просто околохристианские, которые откровенно антихристианские, но заливаются христианским соусом, подается это блюдо, как будто бы это христианское, ужас. Это безумие продолжается до сегодняшнего дня, к сожалению, пока еще, но я верю в Великую Реформацию, верю, что вот эта эпоха Великой Реформации, уже пять столетий продолжающейся, вот мы скоро будем отмечать уже 501-ю годовщину уже в этом году, со дня начала эпохи Великой Реформации, со дня окончания эпохи Великой деформации, деформации, деградации мирового христианства и начала эпохи Великой Реформации, слава Богу, уже пять столетий продолжается эпоха Великой Реформации, восстановление, то бишь по-русски это можно сказать реформация, есть деформация, есть реформация, реформация это, и наша церковь даже, кстати, называется, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, вот, многих порой пугает слово реформаторская, потому что в миру принято считать, что реформаторская, значит, что-то такое новое, что-то такое новинка какая-то, доселе неслыханное, и чаще всего это что-то такое непонятное, тем более на постсоветском пространстве слово реформа звучит очень пугающе, особенно последние эти годы, вот, допустим, пример, яркая иллюстрация, допустим, в России сейчас, пенсионная реформа, это слово теперь уже, слово реформа скомпрометировано так, что теперь, я думаю, даже если сейчас будет все, как бы, наладится и хорошо будет уже, больше не будет таких вот экстрессов, как у с этой пенсионной, все равно люди будут дергаться еще не один год от слова реформа, вот, и будут плеваться, но, видите, хорошие слова, но скомпрометированы нечистивцами, к сожалению, и вот то же самое здесь, вот, допустим, и вот слово реформация, это хорошее слово, означает восстановление, возрождение, покаяние, возвращение, вот, сегодня шаббат, шува, суббота, покаяние, да, а шува, еврейское слово, как переводится у нас, как обычно, как покаяние, но, вообще, это слово возвращение, буквально возвращение, то есть, это и реформация, это возвращение к истокам, к основам, это не выдумывание чего-то нового, это возвращение, порой, к хорошо забытому старому, вот, так вот, дамы и господа, да, даже получилась короткая такая лекция сегодня, вот, и хочу еще раз петь один из таких прекрасных рождественских псалмов, потому что сейчас эти дни Рождества, исторического, реального, настоящего Рождества, когда реальный, исторический Иисус родился, так что, happy birthday, Jesus, с днем рождения, Иисус, вот, сегодня, действительно, вот эти дни осенних праздников, воспоминания, чудо Рождества, но не только о первом пришествии мы рассуждаем, эти праздники удивительны тем, что они говорят больше о будущем, то есть, они говорят нам не только о первом пришествии Христа, они говорят нам и о втором его пришествии, о его возвращении, о его победе, о суде и о вечном царстве, аллилуйя, спасибо тебе, Господь, тысячелетний царство и его победа, коронация, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Царь Вселенный, а вообще праздник, который начинает плея до этих осенних праздников, Йом-Друа, это праздник коронации, трубит шафар, шафарит, шафарист, и он провозглашает тем самым, действительно, блаже народ, который, ну, у нас в Библии синодальном сказано, знает звук шафара, да, звук трубы, а буквально оригинально там написано, который может трубить, который трубит, аллилуйя, потому что мы когда трубим, мы провозглашаем, шафарим, да, то мы звуком этого шафара мы провозглашаем его царем в своей жизни, в своем народе, в своих, в разных народах, по всей нашей планете провозглашаем его королем, царем, он возвращается, как царь, царей, Господь, господствующий, слава ему, благоставляю вас. Тихая ночь, дивная ночь, Дремлет все, Лишь не спит В благоговенье святая чета Чудный младенцем полны их сердца Радость в душе их горит Радость в душе их горит Тихая ночь, святая ночь Глаз небес возвестил Радуйтесь, ныне родился Христос Мир и спасение всем он принес Святая ночь, святая ночь Святая ночь, святая ночь Тихая ночь, дивная ночь К небу нас Бог призвал, Вот откроются наши сердца, И да прославят Его все уста. Бог нам спасителя дал, Бог нам спасителя дал, Дивная ночь, святая ночь. Аллилуйя! Благословен Господь Бог наш, Царь Вселенный, Благодарю Тебя за чудо Рождества, Благодарю Тебя за Твое пришествие, И то первое пришествие, Ты родился в той бедной еврейской семье, Там, в Вифлееме Иудейском, Боже, и Господь Всемогущий, Ты пришел спасти грешных, Боже, Ты пришел спасти всех нас, Боже, и Ты действительно совершил это, Бог во Христе примирил с Собою мир, Не вменяя людям преступления их, И дал нам Слово примирения. Аминь. Господь, спасибо Тебе, Боже Всебогущий, Ты во Христе, Отец мой, Действительно примирил с Собой меня, Примирил весь этот мир, Господь, Боже, Слава Тебе, слава Тебе и хвала, Господь, Слава Тебе и хвала, Боже Всебогущий, Благодарю Тебя за кровь святую, Сына Твоего, Агнца Твоего, Моего брата, Моего спасителя, Моего Господа, Моего Царя. Благодарю Тебя, Господь, Боже, И не только за первое пришествие Христа, Благодарю Тебя и за, как мы говорим, второе пришествие Христа Иисуса, Его славное возвращение на облаках небесных, Когда мы встретим и Господа на воздухе придем, И так всегда с Господом будем. Спасибо Тебе, Господь, Спасибо Тебе, Царь Вселенный, Благословен Ты, Царь наш, Благословен Господь, Благодарю Тебя за грядущее царство тысячелетнее, Благодарю Тебя за суд, Благодарю Тебя, Господь, за праведность Твою и святость Твою, Благодарю Тебя, что верующий на суд не приходит, как подсудимый, Боже, а как свидетель Твой, Потому что верующий в Тебя, Господь, принявший Иисуса спасителем своим Господом, Перешел, перешел, уже перешел от смерти в жизнь, И я благодарю, Господь, что я перешел от смерти в жизнь, И мое имя записано в книге жизни на небесах, Благодарю Тебя за спасение, за дар вечной жизни, Благодарю Тебя, благодарю Тебя за Йом-Кипур, совершившийся, Господь, Календарный Йом-Кипур приближается, Господь, уже на днях он будет, Но, Господь, истинный Твой, Йом-Кипур, уже совершился, Господь Божий, И совершится, Боже, в будущем, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Господь, Совершился через кровь Иисуса Христа, Потому что великий наш первосвященник, братья и сестры, Он взошел во святое святых, в реальное святое святых, Не храмовое, не храмовое благочестие, а настоящее, истинное, Святое святых, Он взошел уже на небесах со Своей драгоценной кровью, И Его жертва, она принята, кровь святая Его принята, Алилуйя, спасибо Тебе, Господь. Сегодня, и вот в эти дни, я буду записывать программу как раз Йом-Кипур 5779, Именно Йом-Кипур как раз рассказывает и о том Дне Искупления, Великом, бывшем, два тысячелетия назад, И действительно о будущем Искуплении, говорю об этом, И благодарю Бога за кровь Иисуса Христа, Агнца Божьего, Который, искупленным и от суетной жизни, преданным от отцов, И спасен я через кровь Иисуса Христа, Исцелен, благоставлен всеми благословениями небес, Через кровь Агнца Божьего Иисуса Христа, аминь. Братья и сестры, совершим сейчас причастие, хлебоправление, эфхаристию, Время простомидии, приготовляем, наливаем себе сок, У меня есть виноградный сок, возьмите хлеба, У меня сегодня хала, Очень, очень вкусная хала, Какую-то есть в Новосе, Я их беру, Они дороги, Очень вкусная, К Шабату, К этому Шабату взял такую халу, Замечательную, Вот, и, Поднимем бокалы наши во имя Господне. Благоставлен Бог наш, Царь Вселенной, Давший нам хлеб из земли. Благоставлен Бог наш, Царь всей Вселенной, Давший нам плод виноградной лозы. Благоставлен Господь Бог наш, Царь всей Вселенной, Иеговы имя Твое, Бог Авраама и Исаака Израиля, Бог патриархов и пророков, Отец наш, Сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, И на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, Дай нам на сей день, И прости нам долги наши, Как и мы прощаем ножникам нашим. Не веди нас во искушение, Но избавь нас от лукавого, Ибо Твое есть Царство, И силы, и слава, Во веки. Аминь. Ибо так Ты возлюбил мир, Боже мой, Что отдал Сына Своего Единородного На распятие, На долгов, За меня, За весь род людской, За всю нашу истрадавшуюся планету, Чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, Но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, Что имея Сына Божьего, Я имею жизнь вечную. Что я перешел от смерти в жизнь, Через кровь святую, Агнца Божьего. Я спасен, Прощен. Йом Ха-Кипурин, Йом Ха-Кипур состоялся, Два тысячелетия назад в моей жизни, Состоялся для меня, И для всех боящихся Тебя, И любящих Тебя, И для всех призывающих имя Твое. Слава Тебе, Святой, Великий Бог Израиля. Благодарю Тебя, Господь. В этот шаббат, Шува, Господь, Субботу покаяния, Я благодарю Тебя За покаяние, За жизнь вечную. Слава Тебе. Аминь. За возвращение. Господь сказал, Совершать это Таинство, Доколе Он не вернется, Доколе Он не придет. И мы совершаем, Уже два тысячелетия мы совершаем, Верующие, Мессианские, Ивреи, Христиане, Мы совершаем Таинство С верой в Господа нашего, Спасителя, Иисуса Христа, Рассуждая о теле Господней. Аминь. Спасибо, Господи, спасибо. Спасибо, Господи, спасибо. Спасибо. Благословен Бог наш, Благословен Спаситель наш, Благословен Отец, Отец Мой, Сущий на небесах, Да святится имя Твое. Благодарю Тебя, Господь, За это Таинство. Благодарю Тебя за кровь, Сына Твоего, Моего брата, Моего Господа, Моего Спасителя, Целителя, Освободителя, Иешуа Машиах, Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Благодарю Тебя за Духа Святого, Дар Твой. Благодарю Тебя, Господь. Слава Тебе. Слава Тебе, Святой. Благослови, Господь. Боже, Поздравляю Тебя с этим праздником, С этими осенними праздниками Твоими, И сегодняшним праздником Шабата. Спасибо, Господь, за все. Спасибо Тебе, Царь Вселенная. Спасибо. Ты шесть дней творил этот мир, Но 5779 лет назад Ты, Господь, дал нам Шабат. Благодарю Тебя за тот первый Шабат, Ту первую Субботу, Которую наши пращуры, Наши прародители, Про-отец Адам И про мама наша Ева С Тобою встретили в раю. Боже Всемогущий, Благодарю Тебя, Господь, Что сегодня мы Наслаждаемся этим Шабатом Вместе с Тобою, Этим Твоим праздником. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Погружаемся в Твою любовь. Я погружаюсь в Твою любовь, Господь Божий, В Твою благодать. Да умножится она, Господь Божий. Слава Тебе, Господь, Слава Тебе, Царь Вселенная. Спасибо Тебе, Господь. Да, друзья, Две главных причины Шабата. Ну, Почему это Божий праздник? Но он не только Божий праздник, Это и наш праздник. Праздник Его народа. Это праздник Бога И праздник Его народа. Но в первую очередь это Его праздник. Шесть дней Он творил этот мир. И седьмой день почил. Вместе с нашей Первой семьей, С нашими прародителями, Адамом и Евой. Первую субботу они встретили вместе. Наш праотец, Наша праматерь И Бог Святой. Все было сотворено уже, Все было готово К Шабату. Великое Таинство Свершалось там, в раю. И вот на протяжении этих 5779 лет Человеческий род Вспоминает это чудо. Сегодня первый Шабат, Первая суббота Начавшегося 5779 года От сотворения мира, От сотворения Адама, От того самого первого Шабата. Отсчет идет. Удивительно, Благодарю Бога Всемогущего, Что от того первого Шабата Начался отсчет лет, Который и до потопа Отчитывался. Потом праведный Ной Его потомки Сохраняли. Правда, многие забывали. Авраам, Исаак, Яков. Потомки Якова Уже в пустыне. Уже потом Из пустыни в Египте уже. И все эти столетия рабства в Египте Соблюдали Шабат В память о том великом Шабате. Первом Шабате В раю. Первого человека. Вместе с Богом. После нашего исхода, Во время нашего выхода из рабства, Бог дал это уже де юре. То было де факто. А теперь 3330 лет назад, С половиной, Это стало уже де юре заповедью Для нас. До того, Это было фактически де факто Воспоминание того первого Шабата. 3330 лет назад, Это стало де юре заповедью. А 2000 лет назад, Шабат С прихода Машиаха Это стало Великой благодатью Для народа Божьего. Великим благословением. Великой благодатью И радостью Для всего народа Божьего. А при его славном Втором пришествии, При его славном втором Его возвращении, Второе пришествие Машиаха, Которое мы ожидаем, Шабат станет Великой. По величайшим праздникам По всей планете. Настолько, Что все народы С разных племен народов, Со всех стран мира Люди будут приходить В Иерусалим. И с суббота в субботу Будут поклоняться Богу, Всемогущему Творцу. И на праздники суббот Поставления кущей Также эти осенние праздники Они будут исполняться. О, спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Царь Вселенная. Благодарю Тебя, Что в этом временном измерении, Временном мире, Временном мире Ты дал, Господь, Действительно великое чудо. Запустив механизм Временного пространства этого, Ты дал великое чудо. Память о Твоем творении. О том, что Ты творец, Ты расписался в этом мире. Боже, и Твой почерк ощутим. Он видим. Боже, Седьмой день Отмечен Тобою Печать творения. Как печать творения Твоего. Спасибо Тебе, Господь. Творца печать на творении. На самом времени Отмечена печать Творца. Спасибо Тебе, Господь. Печать нашего Отца. Печать на рабах Божьих. И познал Господь Своих. И да отступит Безыгония. Всякий Исповедующий Немец Господь. Спасибо Тебе, Господь, За печать Дара Духа Святого В моей жизни. Благодарю Тебя, Господь, За сегодняшний шаббат, Который является печатью В моей жизни. Твоей печатью, Господь. Спасибо Тебе, Царь Вселенный. Спасибо, что я запечатлен Тобой, Господь. Ты погружаешься в меня, Мой Бог и Царь. Сегодня погружайся Блубже и глубже, Господь, В сердце Христа принять верою. Друзья, Христос в нас Упование славы. Самое величайшее таинство Во всей Вселенной. И хлебопреломление Причастия Евхаристия Святая. Это как раз Утверждение этого. Это подтверждение. Это действительно Вразумление И наше. И Церкви Божьей. Спасибо Тебе, Господь. Гряди, Господь, Иисусе. Благодарю Тебя за все. Благодарю Тебя. И благоставляю Моих братьев, сестер всех. Благоставляю Во имя Господне. Благоставляю сегодня Мою семью, Супругу свою, Инну Сергеевну. Благоставляю детей наших. Благоставляю внуков. Благоставляю Во имя Иисуса Христа. Ваши дома, Ваших родных и ближних. Благоставляю сегодня Исраиль. Благоставляю сегодня Иерушалай. Благоставляю сегодня Все страны Нашей Истрадавшейся планеты. Потому что вся тварь стена Этой мучается, Ожидая Откровения Сына Божьего. А это откровение Оно 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 Пусть это откровение Глубже и глубже придет Христос в нас Воскупования Слава. Спасибо тебе, Господь Святой. Спасибо тебе, Царь Вселенной. Благостави сегодня Израиля. Благостави сегодня Иерушалая. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Они Ледоди Ведодили Я принадлежу Моему возлюбленному Возлюбленный мой Мне. Шаббат Шалом Господь Шаббат Шалом Люди добрые Шаббат Шалом Всем святым Шаббат Шалом Всем ангелам Шаббат 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 Шалом Субботний мир Господний мир Шаббат 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 Шалом Шаббат 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 Шалом Шаббат 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 шалом шаббат шалом шаббат 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 шалом субботними господними шаббат 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 шалом о the win у хай о наше서� degrees и Бог живой Наш Отец живой его ваг небесный наш отец живой об aprove��라고 из Saints are Arab Israel хай народ Израиля народ твой Господь, потому живой, потому что ты живой, потому что наш Бог живой, и потому мы живы, потому Израиль Божий живой, живой. Ивейну шалом алейхем, все ванжела юмират, ивейну шалом алейхем, ивейну шалом, шалом, шалом алейхем. Шалом, шалом, Ярушалаим, шалом, Ярушалаим, шалом, Израиль Божий, шалом, Ярушалаим. Шалом, шалом, Ярушалаим. Шаббат, шалом, Шаббат, шалом, Ярушалаим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благоставляю всех вас. Пусть Бог Авраама и Исаака Израиля благоставит вас сегодня в этом шаббате возвращением. Шаббате покаяния. Это прекрасно, шаббат. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за шаббат возвращения. Аллилуйя. Шаббат шуба. Аминь. Благоставляю всех вас, дорогие друзья. До встречи. По утрам не забывайте подключаться в 6 утра. Как обычно, вот, подложим утренние молитвы. Да, если кто имеет желание такое на сердце благоставить меня ноутбуком, то не останавливайте это свое желание в сердце своем, но благоставите. Благоставите, потому что мой, к сожалению, здесь вот я его демонстрировал уже для нового. Слава Богу, он работал у меня эти годы, но вот как раз вчера, канун шаббата, приказал был выжить. Вот, и судя по всему, сказали здесь, ну, сама, нужно жесткий диск новый, короче, значит, там еще что-то, и, короче, уже смысла нет восстанавливать его даже. То есть, по цене, по стоимости почти то же самое будет, что и уже новый. Вот, и мой хороший, дорогой ноутбук, который я привез из США, с Америки, значит, я купил его на сейлах там, в Штатах. Как раз была Черная Пятница, и я успел купить, значит, очень недорого, очень хороший ноутбук. Вот, но, к сожалению, полиция его конфисковала. Четыре года назад, во время обыска в России, у нас в Туле, дома, были следователи, были понятые, как обыск полиции, разные были. Меня пытались обвинить, значит, как экстремиста, террористы какого-то там, чуть не бомбы искали уже, знаете ли. Вот, забрали мой ноутбук, сказали на пару недель, но вот уже четыре года прошло, как бы, и ни звука, ничего не слышно. Вот, значит, ну, мне объяснили потом, год назад мне сказали, что, скорее всего, не дождетесь вы даже, даже если пройдет, не дождетесь. Вот, это с концами уже ушло. Вот, значит, а ноутбук был хороший, дорогой был, значит, и, значит, вот, хотя я его купил на сейлах, но он такой дорогой был. Вот, значит, и, значит, один брат мне с Москвы благословил, вот, поработать вот таким ноутбуком Lenovo. Значит, и вот все эти годы он работал у меня, последние четыре года, слава Богу, он послужил верой и правдой. Ну, а теперь нужен новый рабочий, пусть даже БУ, но чтобы был рабочим в состоянии, чтобы он, ну, как бы, и желательно не только с текстом, чтобы можно было работать. Потому что этот, он был рассчитан больше на работу с текстом, потому что много видео, приходится и обрабатывать видео, и даже вот эти трансляции, эти, нет, трансляции это одно, они сохраняются там на Ютубе. А вот, значит, то, что, значит, в записи, допустим, на камеру записывают, надо все обрабатывать. Поэтому с таким ноутбуком это превращалось в очень утомительную порой процедуру. Значит, он поработал хорошо, но он старался изо всех сил, по своим техническим данным, какие у него есть, но это многочасовые получались процедуры. А с современным ноутбуком таким, вот, это все занимает очень мало времени, то есть, а времени, на самом деле, очень мало. Вот, время года. Так что вот так вот, благоставляю всех вас, шалом, шаббат, шалом. Шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, шалом, шалом.